Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Вопрос касается нескольких тем. Человек пишет, что хочет семью, очень хочет семью, свою семью. У меня есть ребёнок от первого брака, по-моему, была очень разочарована, поняла, что меня никто не любит, меня никто никогда не воспринимал такой, какая я есть. Я всегда старалась добиться любви делами, своим отношением к людям, но и в своей семье ребёнка у меня была нелюбимой, нелюбимым хоть и проблем не доставляла, и в супручестве тоже. После развода познакомилась с мужчиной, старше, женатым, он мне помогал, сначала просто дружили, потом я к нему привязался с сын, он развёлся, но и тут не получается, 11 лет вместе, он да приходит, то уходит, чувств у него ко мне нет. А у меня страх остаться одной в 41 год, я боюсь быть одной, он уходит, приходит, меня не отпускает, я не могу, и понимаю, что эти отношения меня уже губят, и разорвать их не могу. Что делать, как быть, подскажите. Ну, самый простой момент, самый простой момент, с которого можно было бы начать, это, конечно, аспект того, вот вы говорите, что не можете отношения разорвать, а что как бы восстанавливает. То есть восстанавливает надежда на то, что человек изменится, вы говорите, что вы боитесь остаться одна. Вот, чего в этом такого точно страшного, вот, то есть вы не одна, у вас есть сын, вот, одна вы точно не останетесь, вот. То есть, ну, попробуйте, попробуйте несколько, вот, сформулировать свои страхи, скажем так, то есть, ну, предметить их, вот, это первое. Второе, значит, что хочется сказать? Вот, ну, как бы, из основного прямо, что хочется сказать, да? Про то, что вы очень, как мне, показалось, не любите себя. То есть, мне показалось, что вы к себе относитесь, вот, ну, очень-очень-очень посредственно, да? То есть, как бы, вы пытались, вы всю жизнь, это вы сами пишете, старались добиваться любви других людей делами. То есть, иными словами, старались, как бы, любовь заслужить, вот. Почему? Ну, вот, очевидно в данном случае, да, что в семье вы были ребенком нелюбимым, вот, и если у вас такая позиция, видимо, такая установка, видимо, есть, то любви вы не достоин. Вот, и, соответственно, от этого, от этого, как мне кажется, значит, берет начало, все остальное, то есть, то, что вот вы хотите в семью, то есть, то, что вы не можете эти отношения завершить. Я любви не достойна, как бы, говорить себе, ну, как бы, говорите вы себе, вот, и, соответственно, без других людей я никто. То есть, это вот такая очень сильная, мощная, обесценивающая тенденция по отношению к самому себе. Почему? Потому что вы что-то в себе сами не принимаете. Что вы в себе не принимаете, конкретно, нужно смотреть. Вполне возможно, что вы даже и не знаете, что вы в себе не принимаете. Вполне возможно, что вы даже и не догадываетесь. О том, что конкретно вы в себе не принимаете. А может быть, догадываетесь, но не знаете, что с этим делать. Да, как бы. То есть, вот, ну. Нет, у вас, вот, какого-то, понимания того, что, что нужно делать с тем, что вы в себе что-то не принимаете. Вот. То есть, вам с этим, конечно же, нужна помощь. Дальше. У вас есть надежда, ожидания. У вас есть ожидания. В контексте, ну, вот, в контексте семьи. То есть, это, по большому счету, такая вот попытка построить некую идеальную семью, которая должна решить все ваши проблемы. То есть, как это работает? Ну, вот, как мне. Как мне кажется, как это, как это работает? Работает это, примерно, таким образом, что, вот, сейчас, значит, сейчас я семью построю, ну, в идеальную семью. И у меня все будет хорошо. Вот. Сейчас я, значит, идеальную семью выстрою, да, выстрою. Вот. И у меня будет, будет, как бы, у меня, вот, все замечательно. Вот. То есть, совершенно очевидно, да, что вы пытаетесь компенсировать с семьей, вот какой-то недостаток любви в своем детстве. Идея, конечно, весьма, 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 весьма ничего не построит адекватно. А вы, собственно, именно этим и занимаетесь сейчас. Но довольно часто бывает так, что есть некая пустота у человека. Вот у вас, например, в данном случае, есть определенная пустота. Вы ее пытаетесь заполнить, эту пустоту, вот как раз семьей. Но повторюсь, это путь, который ведет в никуда. Поэтому здесь нужно прорабатывать ваши травмы и, в общем и целом, я бы сказал, культивировать в себе любовь, культивировать в себе принятие уважения, вот. Ну, к вам, к вам самой, я имею в виду, конечно. Сейчас у вас этого, к сожалению, нет. Ну и понятно, что, как бы, ну, взяться этому неоткуда. Вот. У вас, возможно, такого опыта нет. Вот. Тем не менее, тем не менее, хорошее новое заключается в том, что это корректируется вот то, что, ну, то, что вы описываете, да? Это корректируется, вот, это выправляется и, в общем-то, мой человек, ну, вполне, вполне может жить, как бы, ну, куда, куда с более лучшим качеством жизни, чем он живет. Вот. И вы можете, вы, и вы можете тоже это сделать. Что касается, что касается, что касается, что касается мужчины и ваших отношений с ним, то это классическая история такая, вот, созависимости. Вот. То есть это история именно созависимых отношений, к сожалению. Вот. И работать здесь нужно с личными границами, с самооценкой. Вот. И, пожалуй, один из, по крайней мере, на мой взгляд, один из самых важных моментов, это то, вот, что вы говорите, как бы, хочу семью, да? Да, то есть, вот, ну, по сути, намекаете, намекаете на то, что вот семья для вас это самый главный приоритет. Там, где есть самый главный приоритет, как правило, есть и идеализация, идеализация, где есть идеализация, там есть, в общем и целом, такой достаточно серьезный обход от реальности. Вот. Понимаете, я надеюсь, что я, что я имею в виду. И если есть, вот, как бы, отход от реальности, то, естественно, построить отношения, ну, сложно или практически это сделать невозможно. Вот. Ну, как бы, у вас, в принципе, и не получается это сделать. Вот. То есть, тут, 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 как бы, такая вот проблема присутствует. Вот. Страх одиночества от самоотторжения. Ну, то есть, вот, грубо говоря, да, вы себя довольно сильно, ну, обторгаете. Вот. То есть, вы сами себя, вы сами себя, вы сами себя обторгаете. Ну, вот. Ну, вот. И, в общем-то, идея, пока вот, ну, глобальная идея заключается в том, что вам, вам страшнее всего остаться, ну, вот, наедине с собой. То есть, вот, я останусь, как бы, одна, один на один, с собой, да, и вот, как бы, ну, что я буду делать. Вот. Ну, действительно, действительно, вас, ну, в этом смысле, можно понять, действительно, вам может быть страшно. Вот. Ну, тут, опять же, тут, опять же, вопрос, именно, вот, такой, психотерапистический. То есть, то есть, идея заключается вот именно в том, чтобы вам проработать вот эти вот, ну, аспекты, которые для вас сейчас, к примеру, представляют угрозу. И, если, ну, и таким образом выстраивать отношения, как бы уже, ну, более, что ли, ну, более качественно. Вот. Вот. А не так, как вы это делаете сейчас. То есть, именно словами, да, вот, ну, там, только меня не бросай. Как бы. То, что вы, ну, по сути, делаете. Вот. Вот. Только меня не бросай. Вот, я думаю, эм, такой, эм, такой примерно ответ вам можно дать сейчас, с точки зрения психотерапии. Вот. Вот. Если вы вот спрашиваете, что делать, как быть, эм, лучше всего пойти на психотерапию. То есть, лучше всего начать, начать вот психотерапию, да, выбрать, выбрать себе психолога и начать заниматься, эм, ну, психотерапевтической практикой. Вот это лучше, что вы, эм, на мой взгляд, можете, можете сделать для себя. То есть, как бы, не тратить, не тратить, эм, свое время на, ну, на вопросы, которые, вот, сейчас вы задаете. Вот, а именно, именно, вот, эм, именно заняться, эм, ну, собой, да, именно заняться, вот, эм, психотерапией. Отношения рвать, эм, ну, сразу, эм, ни с кем не надо. Эм, по-моему, по-моему, эм, по-моему, эм, по-моему, эм, это, да, и так далее, не, не нужно. Это, это не нужно. Это ничего не даст, и вам будет больно, вот, поэтому этого делать не нужно. Вот, эм, вот, эм, что, что нужно, это, конечно, эм, эм, себе разобраться, для начала. А дальше уже, я думаю, решить, как вам действовать, эм, вот, решить, э, э, чего вы хотите, и так далее. Вот, может быть, даже выяснить, что вам нужно, эм, ну, может, может быть, что-то другое. Совсем. Вот, чтобы, ну, как бы, не совсем семья, эм, не совсем семья. Вот. Ну, то есть, это не, это не значит, что, эм, семью, эм, семью, эм, создавать не нужно. Вот, это, скорее, эм, я, скорее, здесь про то, что, э, проблем, э, проблемой, скорее, является, то есть она у вас на первое место. Вот. Вот. То есть, вот, вот это является, скорее, проблемой, что, вот, э, семья для вас на первом месте. Вот. Когда, э, что-то на первом месте, да, то, ну, почти всегда, э, э, возникают, э, э, труд, трудности, вот, почти всегда возникают, э, какие-то накладки, как, почти всегда возникает, э, э, негатив. Вот. Удачи, удачи вам, всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...